Всем привет! В этом ролике расскажем, куда лучше инвестировать деньги начинающему инвестору. Итак, начинаем! Итак, сразу перейдем к вариантам инвестирования денег начинающим инвесторам. Первый. Акции. В этом случае вы покупаете долю в компании и становитесь ее соучредителем. Получить прибыль можно двумя способами. Первый. За счет дивидендов. Компания раз в год, а иногда и чаще, распределяет часть своей прибыли между акционерами. Чтобы стабильно получать доход, нужно выбирать компании, которые регулярно платят дивиденды. Например, следует рассматривать нефтегазовый или банковский сектор, телекоммуникационные компании или ритейл. Особенность в том, что решения по выплате дивидендов принимают крупные акционеры, а именно мажоритарии. Которым принадлежит основная часть акций компании. Чтобы не зависеть от их решений и избежать рисков по невыплатам дивидендов, при покупке акций надо ориентироваться на дивидендных аристократов. То есть выбирать компании, которые на протяжении нескольких лет стабильно выплачивают дивиденды и увеличивают их. Советуем посмотреть ролик про лучшие дивидендные акции. Также следует обращать внимание на компании, у которых нет крупных акционеров, которым принадлежит более 30-50% компании. Второй. За счет трейдинга. То есть постоянной торговли акциями. В этом случае инвестор пытается купить акции дешевле, а продать дороже. Однако, если на первый взгляд это кажется просто, на практике более 95% начинающих инвесторов теряют свои деньги. Стоимость акций постоянно меняется. Поэтому этот способ более рискованный, чем просто получать дивиденды. В интернете огромное количество предложений от различных «инфо-цыган» или в кавычках «гуру-инвесторов», готовых научить любого желающего зарабатывать на трейдинге по 100% в день. Но если бы это было правдой, то самыми богатыми инвесторами в мире были бы именно они, а не Уоррен Баффет, зарабатывающий около 15-20% на протяжении нескольких десятков лет. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. А в инвестициях нет доходности без риска. И чем выше возможная доходность, тем больше риски. Порог входа для инвестиции в акции от 10 тысяч рублей, иначе доходность будет незначительной. Теперь по доходности. Если получать прибыль за счет дивидендов, то в среднем получается 5-6% годовых. За последние 10 лет в самых стабильных компаниях в секторе коммунальных и телекоммуникационных услуг доходность составляет около 7-8% годовых. Если заниматься трейдингом, то можно как заработать 100% прибыли, так и потерять почти всю сумму вложений. Здесь мы рекомендуем обязательно посмотреть ролик про трейдинг. Какие риски инвестирования в акции? С дивидендами риск один. Иногда выплаты могут снизиться или вовсе исчезнуть из-за низких финансовых показателей компании или решения крупных акционеров. А вот с трейдингом риск потерять свои вложения намного выше, так как стоимость акций может идти как вверх, так и вниз. Что делать и как подстраховаться в таком случае? Мы советуем купить диверсифицированный портфель надежных компаний, которые торгуются по адекватным ценам с точки зрения мультипликаторов. Более подробно про диверсификацию мы рассказывали в отдельном ролике. Также не стоит вкладываться в рискованные ценные бумаги вроде Tesla и не пытаться спекулировать на них. Еще один способ подстраховаться от потерь – это купить фондовый индекс акций, который содержит в себе сразу множество акций, что позволяет получить мгновенную диверсификацию портфеля. Второй – криптовалюта. Криптовалюта – это финансовый инструмент с высокой волатильностью и совершенно непонятной внутренней стоимостью, которую невозможно достоверно оценить. Это означает, что стоимость криптовалюты может измениться очень быстро и в любую сторону, и никто не знает, какая цена является справедливой. Например, в 2021 году рекордная стоимость биткоина была около 65 тысяч долларов, а в середине этого же года скорректировалась до 30 тысяч долларов. Купить валюту можно через криптобиржи, P2P-площадки, обменники, кошельки. В любом случае, при купле-продаже криптовалюты важно уточнять, имеются ли в системе какие-либо комиссии. Хранить криптовалюту лучше на специализированных холодных кошельках, например, в аппаратном кошельке Ledger. Порог входа таких инвестиций от нескольких тысяч рублей. Что касается доходности, то заработать начинающий инвестор может и в 5, и в 10 раз от вложенных средств. Но существуют риски также потерять до 99% всех своих денег, так как никто не знает, какая цена является справедливой с фундаментальной точки зрения. Стоимость на криптовалюты могут меняться под действием новостей и настроений инвесторов. Например, от твитов Илона Маска, стоимость криптовалюты DoggyCoin может вырасти или упасть в несколько раз за короткий промежуток времени. Как подстраховаться начинающему инвестору? Так как криптовалюта – это альтернативный метод инвестирования, то лучше диверсифицировать свой портфель и держать в нем криптовалюту лучше не более 15-20%. Третий. Недвижимость. Инвестировать деньги новичку можно как в жилую недвижимость, то есть квартиры или апартаменты, так и в коммерческую недвижимость, например, в торговые помещения, офисы или складов. Оба перечисленных варианта способны приносить доход как от сдачи в аренду, так и от роста стоимости самого объекта. Рассмотрим подробно инвестирование в жилую недвижимость. Это наиболее популярный способ сберечь и приумножить свои деньги. Среди инвестирования в жилую недвижимость мы выделяем всего два варианта. Первый. Купить квартиру для сдачи в аренду. Здесь все просто. Покупаете жилье как готовое, так и строющееся. При необходимости делаете ремонт. Покупаете мебель и затем сдаете ее в аренду. Чтобы с большей вероятностью получить доход, лучше выбирать небольшие квартиры, например, студии или однокомнатные квартиры, которые располагаются в хорошей локации, рядом с метро. Такие объекты всегда пользуются высоким спросом. Второй. Вложиться в строительство на этапе котлована с надеждой продать готовый объект дороже. В этом случае важно оценивать локацию, надежность застройщика, инфраструктуру и, самое главное, цену покупки и возможную цену продажи. В последнее время разница между ценой покупки квартиры на этапе котлована и продажи готовой в построенном доме минимальна. Порог входа в такой способ инвестирования обычно составляет 3-5 миллионов рублей в регионах. В мегаполисах, например, в Москве и Санкт-Петербурге, придется вложить от 5 до 8 миллионов рублей. Теперь про доходность такого варианта инвестирования. При долгосрочной аренде можно получать около 5-7% годовых за счет арендных платежей. Сюда же приплюсовываем постепенный рост стоимости. При продаже квартиры после сдачи дома можно получить от 10 до 50% дохода. Предупреждаем, что в некоторых случаях при неграмотном инвестировании можно либо вообще не получить доход, либо уйти в минус. Ключевым риском вложения в жилую недвижимость – это покупка неликвидного объекта, который будет трудно сдать в аренду или продать по выгодной цене. Текущие цены на жилье настолько высоки, что вероятность их дальнейшего роста намного ниже, чем риск снижения цены. Кроме того, вместе с жилой недвижимостью на вас могут обрушиться и сопутствующие проблемы при сдаче в аренду. Например, придется делать ремонт после очередного аренда съемщика квартиры или решать конфликты с соседями, покупать новую мебель взамен испорченной и постоянно искать новых арендаторов. Как подстраховаться и что делать в таком случае? Для этого следует перед инвестированием выбрать квартиру с локацией возле метро, присмотреться к небольшим объектам недвижимости, например, выбрать студии или однушки, и всегда смотреть на цену квартиры и ставку аренды в конкретном районе, чтобы не купить слишком дорого и сдавать слишком дешево. Четвертый. Драгоценные металлы. Деньги при таком способе инвестирования лучше вкладывать в четыре металла. Это золото, серебро, платину и палладий. Два последних драгметалла набирают популярность только сейчас, поэтому начинающие инвесторы реже берутся на них зарабатывать. А вот золото и серебро – это уже классические активы при инвестировании в драгметаллы. Инвестировать в них можно тремя способами. Первый. Купить слитки в банке. Второй. Купить монеты. Третий. Открыть обезличенный металлический счет. ОМС. Плюсы инвестирования в драгметаллы. Драгоценные металлы – это самый надежный вариант вложений денег. Даже в случае войн и кризисов они остаются в цене. В отличие от ценных бумаг, золото, серебро, платина и палладий не могут полностью обесцениться. В последние годы, в том числе и из-за пандемии и кризиса в мировой экономике, цена на металлы, в особенности на золото, растет. Основной минус такого способа инвестирования – это малая доходность. Заработать здесь быстро не получится. Драгметаллы – это вариант долгосрочных вложений. Эксперты советуют инвестировать в драгметаллы, если вы готовы ждать 5 лет и более. Например, вложения в золото подходят для формирования дополнительного дохода к пенсии. Пятый. Фонды. Чтобы самостоятельно инвестировать в акции, нужно изучать много информации. Что выбрать, что лучше купить и так далее. Или можно использовать коллективные инвестиции через специальные фонды. Но при таком способе у начинающего инвестора существенно возрастают риски, так как компания может сделать неправильный выбор, и вы потеряете свои вложенные деньги. Сейчас среди таких инвестиций распространены фонды. Существует два популярных фонда. Первый. ETF фонды. Для такого вложения денег нужен брокерский счет или индивидуальный инвестиционный счет. Чтобы купить какой-либо актив, нужно подать заявку брокеру. В таком случае придется платить комиссию. Она может достигать 1% от сделки в российских фондах. Такой инструмент считается достаточно надежным, так как подобные фонды контролирует Центробанк. Из-за того, что счета и акции в таких фондах в основном зарубежные, вкладывать в них запрещено нескольким категориям граждан. К таковым гражданам относятся госслужащие, депутаты и члены их семей. С помощью ETF фондов можно покупать акции дешевле, чем их предлагают на бирже. Это одно из преимуществ ETF фондов. Допустим, акции быстрорастущей компании Amazon имеют высокую стоимость на бирже, тогда как ETF фонды, которые находятся в составе этого фонда, торгуются по гораздо более демократичным ценам. Второй. Паевые инвестиционные фонды. Пифы. В таком выборе инвестирования в фонды вы передаете деньги управляющей компании, и доход зависит от качества сделок. В отличие от ETF, начать инвестировать в Пиф проще, так как здесь даже не нужен брокерский счет. Более подробно о том, что такое брокерский счет и для чего он нужен, мы рассказывали в одном из наших прошлых роликов. Управляющая компания Пифа занимается так называемым активным управлением, то есть наблюдает за динамикой цен и старается, так сказать, обогнать ее по доходности, предугадать развитие ситуации и либо купить на падении, либо продать на максимальной точке роста. Следует также отметить, что в Пифах много различных комиссий, в том числе за операции по покупке или продаже. Паевых инвестиционных фондов очень много. Все они обычно делятся на виды. Например, существуют Пифы, которые инвестируют только в европейские компании или только в государственные облигации. Если решите вкладывать в паевые инвестиционные фонды, то запомните, что к риску инвестирования в акции вы добавляете еще один риск. Это доверительное управление вашими деньгами управляющей компанией. Но и вероятность в таком случае заработать новичку, естественно, больше. На этом все. Мы постарались подробно рассказать, куда лучше инвестировать деньги начинающему инвестору. Напоминаем, что вы всегда можете найти больше информации на канале Жажда.Про и в описании под каждым видеороликом. Если вам понравилось видео, поддержите лайком и комментарием, а также подписывайтесь на наш канал. Не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok